Регистрируйся с ценовым кодом Superstar 2024, выполняй миссии, получай игровое мышление в стоимостью в 16 тысяч рублей, включая премьер-инкор Тирпиц. Ссылка в описании. Всем привет! В ВН канале Джонни Кэтсвелл и встречайте новую японскую бебезьянку. Это акционный сменец 10 уровня на Цукадзе. Понравится обзор? Подписывайся на канал и ставь лайк, если ютуб не работает, либо скачивай расширение, или смотри на рутубе, а также вакоплей. Фишки на Цукадзе. Это корпус Шимы, но с другими торпедами. Их также 15, но у них скорость раскачива до 100 узлов и быстрая перезарядка. Однако есть проблемы, но об этом чуть позже. Начнем с живучести. Броня стандарта 12 мм, корпус от Шимы, запас прочности всего лишь 27950. И этому эсминцу крайне запрещено терять хп, потому что в порт отлетает он очень быстро. Артиллерия такая же, как у Шимопадзе. Три башни по два ствола калибром 127 мм. Долгая перезарядка 6 секунд. Поворот на 180 никакующий 22,8, поэтому навестись в эсминце вы быстро не сможете. Дальность стрельбы 11,4. Раскачивость ее смысл нет, потому что попадать на определенную дистанцию тяжело из-за навесной баллистики. Есть фугасы и из плюсов максималка 2150, что выше, чем у других наций на таком же калибре. Поэтому за залп в эсминце можете влупить около 3000 урона. Это больно. Но ДПМ вам не хватит само переселять условный марсо или хуругума. Рецепт пожара 10,3, бронепробить 20 на миллиметр и есть ББшки с максималкой 2200. Как вы понимаете, пушки здесь второстепенные и используются крайне редко. Торпедное вооружение. Три торпедных аппарата по 5 штук. Суммарно 15 торпед, как и у Симакадзе. Однако ТТХ торпед абсолютно другие и они напоминают торпеды Ягера. Здесь есть яркие плюсы и минусы. Быстрая перезарядка 55,1 секунды. Вы будете кидать торпеды часто и много. Дальность хода 12 километров и скорость 100 узлов. Если вы правильно раскачаете корабль, как у Ягера. Очень быстрые торпеды. Однако минусы. Это максимальный урон всего лишь 7673. Эти торпеды наносят дамаг меньше, чем некоторые авиационные. И у них очень огромная заметность. 2,8 километра. Поэтому противники торпеды видят рано. Чтобы вы понимали, представьте, что у каждого корабля есть габ с Деринга. И он у него работает. Но все-таки скорость торпед позволяет даже при такой плохой маскировке их загонять в противников. Вот, снили в 45. Дальность торпеды 5,8. Но за нитки бесполезны, как и у Шимы. Урона нет. И авики вас будут постоянно светить и мешать играть. Максимальная скорость 41 узел. Также можно взять осмотрительный. И есть форсаж. Эсминец быстрый. И перемещается по карте эффективно. Циркуляция 690 метров. А вот перекладка чуть хуже, чем у Шамакадзе. Это 4 секунды. Маскировка также уступает прокачиваемой японцу. Здесь 5,8 километра, а не 5,6. Но все равно это неплохо. Снаряжение. Дымогенератор и форсаж. Сборка. Все ставим на торпеды. И обязательно раскачиваем скорость этих торпед. Иначе они будут бесполезны. Поэтому берем торпедный аппарат и модификация 1. И торпедный аппарат и модификация 2. Кэп. Сюда отлично залетит Валерка Мечеряков. Так как у него есть улучшенный навык торпедист. И он дает скорость торпед 7%. В таком случае вы можете их разогнать до 100 узлов. Также пригодится осмотрительный. Либо радиопелинг. Подтяните хп. И возьмите мастер перезарядки. Собрали. На Цукадзе. Давайте переключимся на сражение. Итак. Эта карта. Горная цепь. Попал я одной торпедкой. Кстати в гиринг. И вы наверное подумали. Что эсминцы никогда не будут жрать торпеды. Заметно все 2.8. Но на самом деле. Когда ты разогнаешься 100 узлов. То даже треугольники их хавают. Особенно в циркуляции. Потому что скорость бешеная. Лютая. 100 узлов. Но чтобы убить эсминц. Надо много торпед. Потому что урон здесь мизерный. Итак. На Цукадзе. Это шима. Ушки шима. Корпус шима. ПВО шима. Но торпеды а-ля с ягера. Интенсивность пусков. Скорость. Маленький урон. То что у ягера. Однако. Заметность 2.8. И это как бы минус. Но. Надо раскачивать торпеды. Зато не так сильно горит. Когда чуваки изжмут габ. Потому что габ светит торпеда. Обычно 3 километра. У тебя они и так 2.8. Без разницы. Прожат ли габ. Вообще ничего не меняет. На что способен Цукадзе. По сути он набивает. Ну такой же урон как и шима. Кто-то в пределах 100 тысяч. Если прям совсем круто играть. Почему? Ну потому что. Шиме надо попасть. Грубо говоря. Там 3-4 торпедами. Она делает 100 тысяч. Тебе нужно попасть 10 торпедами. Но ты быстро икдишься. И забой делаешь. Примерно ту же 100. Если конечно. Получается. Не забой, а средний урон. Но можно вести. Еще такое понятие. Как точные пуски. В боях их не так много. Грубо говоря. 3 забоя. И шима в таких ситуациях. Сразу может убить линкор. А тебе надо много очень торпед кидать. И даже если ты спикеришь на Ямата. Это может не хватить 3-х вееров. Из-за медленного урона. Понравился ли мне этот эсминец. Фан. Некоторые присутствуют. Так как. Ну нашим и бесит. Перезарядка торпед. Ты кинул. Если не попал. То жди еще. 100 секунд. Здесь с этим проблем нет. Особенно если не кидать все 3 веера сразу. В боях. Ну есть чем заняться. У тебя почти всегда есть торпеды. И это напрягает противников именно интенсивность. Ну вернулись они от одного веера. А потом второй там сожрали. Или получили за топ. И ты делаешь себе домашку. Это скорость боя. Она здесь как бы есть. Это все равно что играете. Не знаю там на Вермонте. Или допустим на каком-нибудь Петропавловске. Ну я в плане перезарядки. Веселее мне лично на крейсере будет. Тут такая же история. О минусах поговорим. Главный здесь минус. Не заметность торпед. Не урон торпед. А то что веер широкий. Это надо понимать. Почему ягер лучше? Потому что у него есть сверху узкий веер. И когда корабли стоят носом. А в боях такие ситуации. Тонно. То кидая с нацука за торпеды. Ты в нос. Либо вообще не попадешь. Даже тремя веерами. Либо одну торпедку сожрет чел. А на ягере. Две сожрет. Или даже все три в нос. Из-за веера своего. Поэтому европейцы и получше. Так что у него. Уровень меньше. Он попадает в более мясные бои. У него маскировка лучше. Вот если по нутцука забыл сверху узкий веер. Корабль конечно заиграл. Стоит ли его покупать? Ребят. Все просто. Если вам нравится ягер и шима. Да. Если нет. Вам там заходит ГК эсминцы. Или вообще играть на линкорах крейсерах. Забейте. И еще не забудьте ориентироваться по урону. Та же шима просто альтернативная. Альтернативная. Где ты меняешь урон торпед на перезарядку и скорость. Понравился мне этот корабль? В моментах было фаново. Но часто я и горел. Так как корабль легко убивают. Его уничтожают эсминец. И часто тебя отрезают просто от линкоров. Потому что 12 километров это не так много. Стоит допустим Москва. Перед ней катается еще эсминец. А линкор от тебя в 15 километрах. Все. Ты бесполезен. Также очень жестко этот корабль. Контрят авики. Свечи ты с авиацией с 3 километров. Это хуже чем у шимы. И даже тебя успевают штурмовиками раздамажить. Потому что ну типа успевают свестись. Эскейпа тут не так много. Конечно ты все таки лампочку можешь бить. В отличие от ягера. Но у тебя нет хилок. И любые штурмовики. Любые корабли которые с тебя вытаскивают хп. Это плохо. Потом будет играть ну супер тяжело. Старайтесь. Разводить противников на ремки. В основном здесь. Ну половина наверное урона торпедного. Или одна треть. Набивается конкретно за топов. Интенсивность пуска хорошая. Чел прожрал в рейку. Ты еще попал в торпеды. И он получил за топ. А еще у него там скорость сбросилась. Такой механикой пользуйтесь. Ну и вообще забудьте про сверх широкий веер. Здесь мне кажется он абсолютно бесполезен. Только обычный. Вот кстати ситуация о которой я вам говорил. Голден Лев. Он с гапом. По любому. Но нам все равно. Вообще гап ничего не даст. То же самое по заметности. И он сейчас сожрет одну торпедку. Так как идет нотсом. С ягера было бы конечно побольше. Ну и у ягера 4 веера. Ими разводить чуть-чуть проще. Но интенсивность. И противник не может поймать тайминг. Когда он допустим найдет окно. Чтобы развернуться. Не получится. Здесь ты еще вкидываешь торпеды. Короче корабль. Ребят. Он не так плох. Да. Я на него тоже как-то агрился. И покупать я не советую. Еще раз говорю. Просто нужно. Если уж вы собрались. Решить. Понравились ли вам ягеры и шимы. И правильно надо собирать. Если не разогнать торпеды. Конечно корабль ни о чем будет. Но. Заметность торпед 2.8. Да это антирекорд. Это хуже чем у шимы. Но представьте. Если бы он вышел как раньше. Заметность 1.7. Так. Заметность то и порезали ради баланса. Чтобы был шанс. Все равно. Хоть как-то уходить от этих торпед. Иначе бы вы на линкорах. Больше вообще в рандом бы не появлялись. Если вы не собираетесь покупать этот сменец. Возьмите его за уголь. Ягер. Будет дешевле. И даже лучше. Но цуказы все равно аппаратик. Скажу. Интересный. Может даже где-то зайти потом. С ответ на режимы. Просто на шару. Кидая торпеды в тот же эсминец. И рассчитывать на. Его кил. Тем самым. Освободив точку. От треугольника. Ни в коем случае. Не. Заходите в тычки. С вражескими треугольниками. Играйте грамотно. Проверяйте РЛС. Смотрите на мини карту. Чтобы на вас авик не сел. Вовремя уходите в дымы. Где-то где нужно. Флангуйте. И спаимте торпеды. Ваши основные цели. Это линкоры. Морсо. Не добитый. Так как это гонка вооружения. Он хилится. Монтан уходит от торпед. Ну и от шимбы она здесь увернулась. Тут немножко не хватило дальности. Я пытаюсь держать центр карты. Чтобы мы не слили. Но сейчас с левого на меня выйдет Z52. Также Хаяты. И понятное дело что я буду уничтожен. Я знал. Такой исход. Но. Рук надо было держать. А мы линкоры ТУ5. Ни латрингер. Ни курфюрт. С фуловые. С гапом не могут. Помочь. Хотя у них крутой ПМК. И от эсминца они бы меня спасли. Ну вот кстати ситуация ребят. Z меня будет пушить гапом. Но одну торпеду я в нее вгоню. Даже с учетом того что она у меня светит. Почему? Потому что скорость торпед. А еще вон Марсо сдох. Так что не приговор здесь заметность. Она нивелируется немного скоростью. А вот приговор. Отсутствие сверхуского вера. Такие будут сейчас на цуказы. Под пиво и кальмары пойдет. Но статисты на этом играть. Вряд ли будут. Им подавай ГК. И стабильный урон. А здесь его нету. Здесь все очень амплитудно. Бывает ты набиваешь 0. А бывает 1100, 150. А может и 200. Ну как и на шиме. Если вам нравится такая рулеточка. То берите. С вами был Джонни. Удачи, успехов. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok